Всем привет! Новый год, новые надежды. Старый тут только я. Меня по-прежнему зовут Артём, и сегодня я расскажу, чего я жду от этого межсезонья. По сути, это чуть более расширенная версия поста на Бусти. Я всё ещё веду свой Бусти-канал, скоро ему исполняется год. И там регулярно выходят какие-то заметки, картинки, видосики и прочая шляпа для своих. Не то, чтобы там были какие-то сверхсекретные материалы. То, чем я хочу поделиться с миром, как выходило, так и будет выходить в общем доступе. Просто, если вы вдруг захотите каким-то образом меня поддержать и заодно получать какой-то контент про локомотив, то это самый лучший способ. Подписка совсем недорогая. Итак, в моём списке бинго на межсезонье 20 пунктов. То, что я хочу, чтобы произошло именно сейчас. Посмотрим, сколько из этих пунктов сбудется, а может быть уже сбылось к моменту выхода этого видео. В комментариях делитесь, чего вы ждёте от следующих двух месяцев, чего хотите и чего не хотите, чтобы произошло. Погнали! Под первым пунктом я жду покупку качественного форварда. Боже, сколько я жду покупку качественного форварда в локомотив! Это просто какой-то кошмар и бич нашего клуба. Последним нормальным форвардом Лока был Фарфан. Но фишка в том, что даже его подписывали не как форварды и поначалу использовали крайним защитником. Это уже потом, когда вылетел Ари, оказалось, что Джефф будто бы создан для этой роли и даже поехал нападающим в сборной Перу на чемпионат мира в Россию. Хотя до России никогда на этой позиции не играл. И вот на дворе 2022 год, а форварда в локомотиве как не было, так и нет. А мы всё ждём. Есть огромная вероятность того, что к моменту выхода этого видео форвардом Локомотива будет Ян Кухта. И в целом я даже буду скорее доволен этой покупкой. Но это повод для отдельного ролика. Пункт номер 2 сильно связан с пунктом номер 1. Примерно так же, как я жду приход нового форварда, я жду уход Фёдора Смолова. Я был категорически расстроен, когда он приходил, я ужасно бесился с его первых лет в локомотиве и радовался, когда он уходил в сельту. Огорчался тому, что Кикнадзе вычеркнул пункт о праве обязательного выкупа. Лишь на один месяц Фёдор заставил меня поверить в себя. На август прошлого года. Но уже в сентябре всё вернулось на круги своя. Я очень хочу, чтобы Фёдор перестал мучить и себя, и нас. Ситуация крайне напоминает сюжет с Самедовым, который ушёл в Спартак и стал чемпионом. А на следующий год чемпионом стали мы. Фёдор умеет играть в футбол, но локомотив это не его клуб. Здесь он не стал своим. Будет это МЛС или Динамо, 10 миллионов рублей или 5 миллионов евро, мне в целом уже и не важно. Просто хочется, чтобы очередной тренер локомотива не надеялся на то, что вот Фёдор сейчас начнёт решать. Пункт номер три. Должен уйти кто-то из легионеров. Ведь чтобы заявить нового форварда, по крайней мере пока лимит не ослабили, нужно освободить легионерское место. И у меня есть два кандидата, чей уход я перенесу максимально безболезненно. Вариант номер один это Маци Рыбус. Маци классный парень. Но у него заканчивается контракт, и я категорически против его продления. Ну а если контракт заканчивается через полгода, почему бы его не окончить ещё раньше? Как мы выяснили, на левом фланге вполне неплохо играют Тепнезян и Нинахов. Уж точно ничем не хуже Рыбуся. Если надо, слева сыграет Сильянов, Артур Чёрный или Марат Бакоев. Вариант номер два для избавления это неожиданный Франсуа Камано. Камано сейчас ликвиден. Он играет за сборную, он хорошо забивал в 2021 году и отличился даже в Лиге Европы. Но мне кажется, что всё, что он мог дать локомотиву, он уже дал. И сейчас он должен уступить место на поле Антону Мирнчуку, Тину Анжарина или молодым ребятам вроде Петрова или Борисенко. Кто из них двоих, может быть оба, может быть ещё кто-то, мне в общем-то всё равно. Но кто-то из легионеров клуб должен покинуть. В отдельный пункт я выделяю уход кого-то из центральных защитников. И это тоже логично. Ведь первым зимним трансфером стал Марк Мампайс из Шахтёра. И иметь столько центральных защитников не имеет никакого смысла. Так как моя пара защитников мечты это Едвай и Макеев, то на уход у меня стоят Пабло и Мурило. Оба классные защитники, но найти аргументы для ухода можно у обоих. Мурило скоро подойдёт к отметке, когда у него будет заканчиваться контракт. Если продавать, то сейчас. Оптимальный возраст, опыт игры в Еврокубках, довольно много сыгранных матчей в чемпионате России и даже много забитых голов. Вряд ли можно много выручить за него, но какие-то деньги должны предложить даже сейчас зимой. Пабло немного не вписывается в игру Локомотива и много косячит. Каким бы непроходимым он ни был, но всё же количество результативных и даже катастрофических ошибок стало зашкаливать. При этом вся статистика за него и опять же именно сейчас он ещё стоит каких-то денег. Через полгода или год продавать будет уже поздно. Мурило или Пабло? Может быть оба? Посмотрим, но кто-то из них должен клуб покинуть. И если уж мы затронули Мампаси, то конечно же я жду, что махинация с его приобретением получит логичное завершение и Мампаси станет гражданином России, а вместе с этим и не легионером. В ином случае брать 18-летнего парня из Мариуполя за такие деньжища большого смысла не имело. Можно было шерстить весь мир и это явно вышло бы дешевле. Опять же мы не знаем каким будет новый лимит. Может быть нам и не понадобятся игроки с российским паспортом, но здесь и сейчас кажется это очень важно. Шестой пункт тоже будет связан с трансферами. И я жду, что кроме качественного нападающего, который поможет нам здесь и сейчас, кроме покупок игроков не легионеров, каким я надеюсь станет Мампаси, я жду покупку какого-то молодого талантливого футболиста вроде БКБК на вырост. Чтобы у всех снова забомбило того, кого привозит Сорн. Игрок в молодежной сборной своей страны из какого-нибудь второго дивизиона или молодежного чемпионата. В общем, человек, которого вообще никто не знает. Исполнение стратегии во всей своей красе. Очень этого хочу. Пункт номер 7 частично затрагивает предыдущие пункты, но очень хочется, чтобы локомотив перестал отпускать игроков бесплатно. Очередной такой Зелуиш. И с одной стороны, конечно, понятно, почему игрока, который год лечится, до этого за полгода забил один мяч, сложновато продать за деньги. Но с другой, господи, ну хоть кого-нибудь за вменяемые какие-нибудь гроши. Ну покажите, что вы умеете не только покупать. Продайте Комано или Мурилы или даже Баринова. Я в целом даже слова против не скажу, если это, конечно, будет в Европу и за 7-8 миллионов. Смолова за 10 миллионов рублей считать не будем. Все, уходим от трансеров. Важнейшим пунктом, я безумно этого хочу и молюсь, я надеюсь, что станет обновление медиаслужбы. Не знаю, нужен ли для этого уход бедрива, воля плутника или еще что-то, но, господи, пожалуйста, пусть мы получим нормальное освещение жизни команды. То, что было в 2021 году, это одна непрекращающаяся боль. Видно, что вкидываются большие деньги просто в никуда, без какого-либо смысла и с одним пиаром провалом за другим. Помните прошлое лето? Товарники, налагающие 1xbet, отсутствие каких-либо интервью, анализ по редким фоткам в инстаграме. Сборы — это кладезь информации, это возможность наделать контенты на год вперед. У нас собрались в команде ребята, которые готовы этот контент создавать. Жизнерадостные, открытые. Пожалуйста, пусть хотя бы зимнее межсезонье не будет запорото. В продолжение предыдущего пункта, но все-таки отдельной темой, отмечу, что пора давать новое большое интервью о планах и итогах работы от кого-то из первых лиц. Плутник, Леонченко, Корнетко и Витцорн. Хватит говорить о прошлом. Кто уволил Никлича, как повлиял уход Раймника. Расскажите о том, что будет делаться. Как ни странно, мы об этом до сих пор ничего не знаем и можем только догадываться. Например, и это уже 10-й пункт моего бинга. Что же все-таки будет с РЖД-ареной? Сколько будет длиться экспертиза? Леонид сказал, что юбилейный сезон мы проводим дома, но что с планами по реконструкции? По территории стадиона? Будет ли крыша? Почему закрываются объекты на территории, если никаких работ пока не планируется? Это одна из самых животрепещущих тем. И прошел уже практически год с того момента, как руководство в первый раз заикнулось о том, что будет вообще что-то делать со стадионом. Пора давать какие-то новые данные. А еще меня очень волнует, что с Баковка и Перова. Их как-то под шумок закрыли. Основная команда переехала в Лужники, которые всех устраивают. Перовское отделение Академии переехало в Черкизово. И там теперь какое-то кошмарное нагромождение команд, учитывая, что еще и открывается отделение для девочек. А что-то вообще делается там? Нас призывают доверять только официальной информации, но информации нет вообще никакой. Ни официальной, ни инсайдерской. Только Николич сказал, что в Баковке уложили газон. И вроде как есть информация, что в апреле, возможно, Баковка будет готова. Но насколько вообще можно доверять этой информации? Ладно, поехали про сборы. О-о-о, с каким нетерпением я жду эти сборы. Во-первых, я хочу, чтобы Локомотив на этих сборах показал, что умеет забивать. Год назад Николич это сделал и это успокоило. Мы внезапно стали забивать много и всем подряд. Ростову, Краснодару, каким-то иностранным командам. Это было глотком свежего воздуха после болезненной осени 2020. Вот сейчас нужно то же самое. И я жду матча, в котором Локомотив забьет 3 и более мячей. И даже не важно команде, какого уровня это будет сделано. Отдельно хочу, чтобы пару мячей в одном матче положил Герану Керк. Ну, это моя личная хотелка, имею право. Считаю, что парня очень сильно недооценивают. И уже в первые полгода он показал, что крайне полезен команде. Но людям нужны голы. И я хочу, чтобы Керк начал их класть. Пункты 14 и 15 это возрождение Антона Вернчука и Тина Анжарина. Антон, будем надеяться, наконец-то избавился от своей старой закоренелой травмы. А Тина Анжарин вылечил перелом 5-й плюсневый. Оба безумно нужны и важны в весенней части. Поэтому надеюсь, что на сборах будут матчи, в которых они сыграют больше тайма. И сделают какое-нибудь голевое действие. Гол или голевая передача. Но главное, будет действительно влиять на игру. Ведь летом Антон тоже забивал, но все сборы проходил пешком. Вот сейчас это уже не прокатит. Очень хочу, чтобы Гиздаль серьезно физически нагрузил команду. Чтобы появились новости о фирменных 15-ти километровых кроссах в гору. Блевания на тренировках от количества повторений и всего такого. Подготовка должна быть фундаментальной. Чтобы, как у Янбаева, одних сборов затем еще на 10 лет карьеры хватало. Ну и хочу, чтобы тренерский штаб Гиздаль пополнил еще какой-нибудь молодой европейский тренер. Им, кстати, может стать Саша Март, тренер по вратарям из Гронингена. Меня это вполне устроит. Мне Хапов не кажется сильным тренером. По крайней мере прогресса ни у одного из наших вратарей я не вижу. Ни у Гильерми, ни у Худякова, ни у Савина, ни у остальных киперов, которые были в это время. Но если это будет кто-то еще, то пускай. Просто хочу продолжение обновления нашего тренерского штаба. И, кстати, не только в основе. Я очень ожидаю глобальную переработку казанки. Потому что зачем существует касанка последние годы, я решительно не понимаю. Футболисты там не только не развиваются, они просто деградируют. И не в последнюю очередь я это связываю с фигурой тренера. Зачем там Андрей Федоров? Я искренне этого не понимаю. А на казанку смотреть не то, что больно. Просто невозможно. Нормальный человек этого не выдерживает. И либо засыпает, либо начинает себе выкалывать глаза. Тренера надо менять. И, на мой взгляд, с этим уже неоправданно затянули. Но кроме тренера, нужно еще и полсостава казанки заменить. Зима это, в принципе, всегда период обновления. Обмен между молодежкой и казанкой. Очень много народу без какого-либо на то основания засиделось в казанке. Надеюсь, что состав казанки серьезно обновится. И это будет не просто обмен с молодежкой. Где тоже не самое сильное поколение собралось. Надеюсь, будет качественная селекция молодых российских талантов. Какими в свое время были Мухин, Иосифов, Сильянов, Бабкин. Ну и другие. Надеюсь увидеть много новых лиц. Ну и финальный, двадцатый пункт. Это пункт имени Вадима Ракова. Которого я надеюсь увидеть перепрыгивающим через ступень. Никишину такого шанса не дали в свое время. Надеюсь, Вадиму Ракову дадут. Ему 17 лет. В этом возрасте Худяков уже тренировался с основой. Надеюсь, Вадиму дадут хотя бы потренироваться с молодежкой или казанкой. Об основе и не мечтаю. Хотя вот это было бы как раз в духе немецких тренеров и той самой стратегии. Вот такой вот мой топ ожидания от межсезонья. Мое бинго. Сбудется наверняка не все, но каждый избывшийся пункт будет повышать мое настроение и скрашивать ожидания наступающего сезона. До начала сборов осталось меньше недели. Скрещиваем пальцы и верим в лучшее. С вами был Тим. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok